Еще в мае, когда биткоин торговался на уровне 7800 долларов, этот трейдер предсказал ралли до 13500 долларов и последующее большое падение после этого. Интересно, каким он видит развитие ситуации в будущем? Тогда смотри это видео до конца. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Сегодня ночью биткоин упал до 9400 долларов, а сейчас он торгуется за 9100. Это не сильно меня пугает, потому что все мы ожидали этого падения, и ребята из закрытой группы это подтвердят. Кстати, многие спрашивают, как попасть в мою закрытую группу, я об этом видео сниму в следующее воскресенье. На своем канале я часто и многократно поддерживал зрителей, да и самого себя в любой ситуации, возможно даже самой безнадежной. По большей части этот позитив, возможно, и привлек такое количество людей на мой канал. Однако сегодня я рискну обрушить на себя гнев публике, показав совершенно иную точку зрения, то мнение, которое я сам лично ни разу не проповедовал. Я ни в коем случае не призываю вас верить информации, которую я вам сегодня покажу. Но все-таки, если это окажется правдой, я как холдер биткоина, наверное, даже обрадуюсь, потому что буду иметь возможность купить биткоин по таким вкусным ценам. Разоблачение 10-летнего Эллиот-цикла биткоина. Под таким названием публикует свой прогноз Хусейн Забир 13 июля 2019 года. Ссылку на этот анализ я оставлю в описании. Еще я очень сильно надеюсь, что правильно прочел его имя, если что, я не виноват. Дальше будет сложно, друзья. Попробуйте не сломать голову, и, возможно, вам придется несколько раз пересмотреть это видео, чтобы что-то понять. И еще помните, что хотя я и буду говорить от первого лица, это не мои слова и прогнозы. Все это принадлежит устам Хусейн Забира. Запомнили, да? А теперь начинаем. Привет, ребята! Добро пожаловать в новый прогноз биткоина. Больше года я слежу за показанной выше схемой, и теперь похоже, что недавние движения биткоина только подтверждают ее. Приведенный мною анализ полностью основан на теории волн Эллиота, и вы будете удивлены, насколько точно биткоин следует за циклом волн Эллиота на протяжении 10 лет. То есть всей своей истории. Странно, что за это время этот цикл не привлек внимание сообщества. Прежде чем перейти непосредственно к сути, взгляните на эту идею, которую я опубликовал 17 мая 2019 года. Здесь я точно предсказал ралли биткоина на уровень 13,5 тысяч долларов и последующее массивное падение от этого уровня. В то время биткоин торговался в районе 7800 долларов. Очевидно, что цены следовали точно такому же паттерну и в реальности, ведь мы увидели огромное падение от уровней 13,5 и 14 тысяч долларов. Если рассматривать более локальные картины, то ценовые прогнозы можно сделать еще точнее. Итак, период, когда биткоин только родился и его цена взлетела от 0 до 30 долларов, я называю первой волной. Те, кто тогда подключился к криптовалюте, явно были счастливчиками. Правда, если они продавали тогда даже на вершинах, я бы назвал их неудачниками. После этого следовала первая массивная распродажа волны номер 2. И вы видите на графике, какой глубокой и влиятельной она оказалась. Вся вторая волна была острой коррекцией во всей своей красе. Понадобилось 154 дня, чтобы завершить эту волну. По итогу, цена биткоина упала более чем на 90%. Именно начиная с волны номер 2, график цены стал следовать принципам волн Эллиота. После первой массивной распродажи волны номер 2 последовал откат на 38.2% от волны номер 1. Поэтому логично было бы предполагать, что волна номер 3 имеет большие шансы продолжаться еще дольше, чем вторая. Так и случилось. Волна номер 3 по продолжительности составила 100% от волны номер 1 и дала изумительные возможности для получения прибыли. Это значило, что волна номер 1 и волна номер 3 были идентичны по длительности. И по правилам волны Эллиота, волна номер 4 должна была оказаться коррекционной. Но цены в такой волне не должны падать резко и быстро. Обычно на это уходит время и достаточно много времени. Биткоин и эти теоретические движения повторил на практике. Коррекционная волна номер 4 продолжалась 630 дней. По итогу цена откорректировалась на 84%. Далее теоретическое правило волн Эллиота. После продолжительной волны следующая коррекционная волна может отскочить на величину от 23.6% до 38.2% от предыдущей волны. На практике волна номер 4 отскочила на 23.6% от волны номер 3, что еще раз показало, что биткоин подчинялся теоретическим правилам. Наконец волна номер 5 закончилась между 61.8% и 78.6% от волны номер 3. И это тоже входит в рамки правила, что волна номер 3 никогда не может быть самой короткой. Поэтому при условии, что волны 1.3 равны, пятая должна быть короче всех. Как вы помните, волна номер 1.3 были одинаковы по длине, а волна номер 5 оказалась короче всех. Значит то, что в теории произошло и на практике. На уровне 20 тысяч долларов биткоин наконец закончил формирование пятой волны и двинулся навстречу главной ABC коррекции. Эта коррекция должна была оказаться больше и глубже, чем предыдущие две коррекции. А вот этого не произошло. Коррекция от 20 тысяч до 3 тысяч долларов оказалась самой короткой за все 10 лет. Цены упали всего на 82% и восстановились значительно всего лишь за 365 дней. Это почти половина от волны номер 4. И это очень, очень подозрительно. Я уже предсказывал эту волну X. Эта волна обычно создает иллюзию начала бычьего рынка и заканчивается медвежьей ловушкой. Сейчас вы можете видеть, что настроения вокруг биткоина практически такие же, как в 2017 году, если не круче. Люди кричат о 20 тысячах, 40 тысячах и даже 100 тысячах долларов за биткоин без каких-либо причин. И это то самое время, когда нужно понять, что что-то большое уже на горизонте. Что-то, что все считают невозможным. Я думаю, началась следующая волна, которую я обозначил как W. И скорее всего, мы больше не увидим цены выше 14 тысяч долларов на протяжении следующих двух лет. Помните, что сейчас мы двигаемся навстречу последней волне этой масштабной коррекции. И обычно такая финальная коррекционная волна заканчивается на вершине волны номер 3 или на дне волны номер 4. Я думаю, что с большой вероятностью вершина волны номер 3, а это около 1100 долларов, это дно всей этой коррекции. Потому что здесь мы преодолеваем сразу три главных уровня. Вершина волны номер 3, 61.8% от волны номер 5 и 23.6% от всей этой десятилетней формации, которую за всю свою историю рисует биткоин. Так что с большими шансами биткоин может упасть до 1100 долларов в 2020 или в 2021 году. Ребята, на стадии монтажа вспомнил, что не сказал о самом главном. Как уточняет сам Хусейн Забир, весь этот прогноз легитимен до тех пор, пока цена биткоина остается ниже 20 тысяч долларов. Если же сила покупателей резко толкнет цену выше 14 тысяч долларов, то вся картина может поменяться. Теперь позвольте мне прояснить, что я не бык и не медведь, я абсолютно нейтрален в смысле анализа графиков. К черту технологию, мы здесь ради денег. Если же вы верите в технологию, то вы явно находитесь не там, где надо. Лучше бы вам вообще игнорировать графики в таком случае. Если же вы думаете, что биткоин это настоящие деньги, а фиат просто скам, тогда вы абсолютно односторонний человек. У инфляции тоже есть свои плюсы и минусы. Почти каждый сейчас говорит, что система это зло. Но эта система живет сотни лет, поэтому вы не можете просто взять и заменить ее на биткоин за несколько лет. Я верю, что у нас будет лучшая альтернатива фиату в ближайшем будущем, но сейчас ни банковские системы, ни правительства не позволят существовать параллельной экономике или валюте. Поэтому они навряд ли разрешат пользоваться биткоином как деньгами, потому что мы уже имеем легальную и более устойчивую систему. И мистер президент уже точно и прямо дал нам понять это. Вот так, ребята, откровенно и жестко заканчивает свой прогноз товарищ Хусейн Забир. Я же правильно читаю его имя или нет? Я просто не хочу, чтобы у меня потом были проблемы. Ну да ладно, ребят, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Увидим ли мы биткоин за 1100 долларов на протяжении следующих двух лет? Лично во мне это вызывает большие противоречия. Какая-то часть меня и хочет увидеть биткоин по таким ценам, чтобы закупиться. Да закупиться как следует, но другая часть противится даже самой мысли о таком падении. На этом у меня всё. И как обычно, ребята, подписывайтесь на канал, на телеграм, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно, богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова